Сколько перелопачивается ресурсов, магазины и прямо в них в супермаркетах отдел, аптека, выходят сказ люди и прямо упираются в аптеку естественные следствия извращенных пищевых пристрастий. Верно сказано, хочешь контролировать людей, контролируй производство продуктов и их распределение. Следующий продукт коровы, говорит Тарсунов, навоз. Надо дать должное, он весьма четко понимает все аспекты жизни и продукты, которые коровы производят и выделяют. Молодец. Лучше его поймать на лету. Навоз, то есть это делают для лечебных целей. Навоз очищают от духов и привидений, его можно хранить в холодильнике. Пол в доме лучше мыть щепоткой коровьего навоза. А как же? Также стирать одежду и мыть посуду с навозом, чтобы отмыться от психической грязи. Вы поняли? Главное побольше запутанных слов и общих ссылок, без конкретики, на веды, на авторитетов или на высшие силы и фазы луны, конечно. Особо акцентирую внимание про потребление молока после шести вечера и радость лектора, что оно всю ночь находится в желудке и воздействует на желудок. Нет, на ум. Вводя человека в благостное состояние. Есть законы природы. Они гласят, что всему есть причины и следствия. Всему есть свое время и место. Есть жесткие биологические процессы на молекулярном клеточном уровне. Это общая логика в цепях космических законов. От элемента жизни до галактики. Это неукоснительная логика десятков и сотен миллиардов лет. Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители. Я решил сейчас озвучить мою одну из трех статей о молоке, которые я написал еще в 11-13 году. Сейчас я хочу озвучить статью номер 2, которая называется «О молоке и молочных продуктах. Питание. Часть 2. Ответ читателю. Торсунов. Наука и жизнь». Почему я решил именно вторую часть сейчас озвучить, а не по порядку, и, может быть, я другие две еще и не озвучу, а вот почему. Уж больно много людей пишет периодически, и мне это просто надоело, насчет того, что вот, мол, молоко – это благость, вы не понимаете, все с точки зрения биохимии вроде правильно, а вот с точки зрения духовной составляющей, и тут начинают. Естественно, каждому мне надоело давать эти статьи, времени на это нет. Я хочу просто озвучить, тем более многие люди сейчас ленятся, не читают, а видео послушать. Тем более в аудиорежиме таком, да, в машине где-то там, в МПЕК, кстати, я попрошу моего помощника сделать еще этот вариант, в МПЕК-3, чтобы, так сказать, можно было где-то на флешку скачать и в машине послушать спокойно или еще где-то. Ну, а я сейчас начинаю озвучивать мою статью. Итак, некий зритель, зовут Дмитрий, 30-го, 12-го, 12-го, мне написал следующее. У вас не учтено время употребления пищи, послушайте у Тарсунова много дельного на эту тему, от молока вреда нет. То есть то, что я говорил, то, что я подробнейшим образом в моей первой статье написал, изложил, а ссылочка обязательно будет под видео, это его не устроило, то есть не потому, что он, я не знаю, или человек действительно физически не может думать, либо потому, что так его сильна вера в молоко, в этот вкус, ну, собственно, в то, что он привык, что он отбрасывает любые разумные, логичные доводы, доказательства, ему это вообще не надо. И таких людей много, на самом деле, им не нужно, им нужно только лишь оправдать свою жизнь, свои привычки, поступки, пристрастия, желание оправдать любой ценой. И тут все, что угодно сгодится. Ну вот, я что сделал? А я сделал следующее. Мой ответ, Дмитрию. Я все же надеюсь, что Дмитрий не читал мою статью, первую статью, и не смотрел лекцию Вальтера Вайса, а пробежал по верхам, в лучшем случае, поскольку если читал и смотрел, то у меня, как у любого разумного человека, сразу возникают вопросы о, как бы это мягче выразиться, логике, вменяемости и, в целом, адекватности человека. Ведь человеку на то и дан разум, чтобы он мог познать истину, думать и анализировать, отбрасывать домыслы и глупости от неоспоримых фактов и не идти на поводу самообмана в желании не менять себя, а удовлетворять свои пристрастия, выдумывать мифы и слепо верить в эти мифы и выдумки других. Как же мне нравятся такие безапелляционные высказывания. То есть, вроде, человек изучил тему и в результате глубокого анализа пришел к умозаключению «от молока вреда нет». Гениально. Извините, Дмитрий, извините. Я взывал к разуму. Виноват. А где контраргументы, дорогой товарищ? Где ваши факты, говорящие о пользе молока? Коровы для питания человека. Может, фактом является ваше желание его пить? Это убойные факты. Или, может быть, желание верить в то, что молоко усиливает благость? В кавычках. И по другим выражениям лектора являются концентратом энергии любви. Это выражение Тарсонова забегу вперед. Да, это доказательство пользы молока коровы для человека. Это, конечно, сильно и без сомнения доказательно. Ну а то, что, к примеру, казин коров, то есть молочный белок и других животных, не может разобраться на аминокислоты, чтобы потом участвовать в биосинтезе белка нужного организму в данное время без фермента ренина, которого у человека попросту нет. Так это не в счет. Когда так хочется выпить молока, не правда ли? Разумеется, ведь сразу не умрешь. А тут электр говорит то, что так приятно услышать. Отлично. Это логика? Да, совсем забыл. Время употребления молока имеет ключевое значение. Да, утром вредно, а вот под вечер, под влиянием луны, произойдет трансмутация. И галактоза растворится в глюкозу и усвоится. Так чудеса да и только. Что ж, я просмотрел вышеуказанную видео и лекцию Тарсунова, внимательно смотрел и конспектировал. А не посмотреть, значит, навлечь на себя упреки. Мол, не смотрел же. Ну, не смотрел же, а там столько фактов. Или, простите, о фактах вы не писали. Вы говорили много дельного. Вот я и решил посмотреть дельное. Теперь же я просто обязан изложить то дельное, что донес до Дмитрия и других людей данный лектор, знаток индийских вет Тарсунов. Вначале я приведу цитаты и передам смысл выступления лектора. Рекомендую посмотреть эту лекцию, дабы убедиться, что я ничего не надумал и не преувеличил. А затем я приведу контраргументы, конечно, под тем моментом, где вообще уместно данное выражение. Поскольку аргументов, забегая вперед, у лектора вроде бы врача вовсе нет. Я обязательно буду приводить ваш текст, Дмитрий, относительно дельности лекции Тарсунова. Попробую разобраться, в чем же дельность его мыслей. И отсутствие вреда от потребления молока. Ну, как вы писали, от молока вреда нет. Итак, приступим. Лектор начинает свое повествование с мысли. Согласно ведическим знаниям, молоко коровы является самым благостным продуктом на земле, как милость высших сил богов. Поэтому оно очищает сознание человека. Это цитата. Далее говорит о нынешней деградации человечества, перечисляет признаки и, как следствие, сокращение жизни с тысячи до ста и менее лет. Затем он говорит о большом грехе, мясоедении, что это началось около трех тысяч лет назад, что многие врачи уже признают вред мяса, рассказывает об атеросклерозе. Что в эти темные времена будет внедряться теория о вреде молока, рассказал Тарсунов грамотно. Далее еще интереснее. Лектор продолжает. Белки корового молока плохо перевариваются. Это факт. Но это признак деградации. Посты на молоке в год и более делают чудеса. Если мать любит своего ребенка, то молоко полноценное. И наоборот. Молоко – это концентрация энергии любви. Вегетарианство – это не отказ от молока, а отказ от убийства животных. Корова дана на землю, как мать человеку. Само молоко не только биологическое, понятное, но и духовное. Молоко нужно употреблять на ночь. Определение пользы – это хороший сон, но неглубокий и нетревожный. Переваривается молоко плохо, но этот продукт благостный. Лучше переваривается молоко с фенхелем и кардамоном. А то, что молоко плохо переваривается – это хорошо, так как оно всю ночь находится в желудке и воздействует на ум, вводя человека в благостное состояние. Накапливает силу разума и высшего ума. Только коровье молоко, а не козье или слоновье и так далее, усиливает благость. Люди на мясокомбинатах – угрюмые и агрессивные, а на молочных комбинатах – добрые и радушные. Защита коров – это потребление большого количества молока. А вот оно как. Это прямо четкие цитаты без изменений единой буквы. Далее. У человека без молока нет никаких шансов понять священное описание. Имея всего лишь одну корову, можно вылечить все болезни. То-то наши бабушки в деревнях, кто имел коровье молоко, ну, все жили по 150 или 500 лет и не имели, конечно же, никаких болезней. Сразу прямо сюда, попрошу моего программиста, вот прямо сюда, сейчас пока и продолжу, вставить письмо одно про то, как жили, какими «здоровыми» были все жители деревень, когда они пили свое натуральное молоко и ели все свое натуральное. Дина Лебедева. Ха-ха. Здоровые деревенские жители, говорите? Хм. Все мои бабушки и дедушки всю жизнь прожили в деревне на всем своем натуральном – мясо, яйца, молочка. Так они ничем не отличались в плане здоровья от городских жителей, при том, что не пили и не курили, кроме деда по отцовской стране. Бабушка письма писала в 50 лет. Здоровье плохое. Что поделаешь? Старость. Больные суставы, камни в почках, плохое зрение. И все умирали от инсультов, кроме того самого деда, который умер от рака легких, ну, который курил. И остальные деревенские жители, по моим наблюдениям, абсолютно здоровьем не отличались. И это все стереотипно. Ладно, идем дальше. Далее Тарсунов говорит, с 6 утра до 6 вечера не надо потреблять молоко, так как оно переваривается с помощью силы луны только после 6 вечера. А у детей есть еще больший контакт с силами луны, поэтому в любое время суток детям можно пить молоко. Сливки и свежее молоко увеличивают красоту женщины, правда, не внешнюю, вот так вот, а силу и связь с луной. А от козьего молока будет другая сила. Рога у мужа. Ну, я прям вот четко и смеется. Все остальные виды молока, перечисляя 5-6 видов животных, лечат свои болезни, но не приносят благости. Всякая корова в следующем воплощении родится человеком, а любой человек, который ел мясо коровы, в следующей жизни родится коровой. Выбрасывать молочные продукты, не доедать, грех, надо как-то использовать. В кисломолочных продуктах много страсти. И если человек занимается проноямой, надо пить кефир лучше до 6 утра и летом. А чтобы вывести вредные продукты от потребления мяса, нужно пить кефир вечером, а зимой пить осторожнее. Далее Торсунов рассказывает, какое молоко когда нужно потреблять. Сыр, говорит, он увеличивает мышечную массу, в том числе мышцы вен. Топленое сливочное масло, ряженка, сыр не вызывают аллергии. По крайней мере, почти никогда добавляет почти. Когда из зала один человек говорит об обратном, на примере, своем примере. Творог увеличивает силу нервной системы. Какая интересная медицинская формулировка. Нет чище огненной силы, чем топленое сливочное масло. Если на ночь смазывать себя маслом, то через 2 месяца проходят многие болезни. Оно усваивается кожей. Можно намазать и весь организм очищает ум человека. Мигрень – это болезнь повышенной чувствительности. Масло лечит мигрень. Вы думаете, это все? Нет. Следующий продукт коровы, говорит Торсунов, навоз. Ну, несомненно, тут вот надо дать должное, он весьма четко понимает все, так сказать, аспекты жизни и продукты, которые коровы производят и выделяют. Молодец. Лучше его поймать на лету. Навоз, то есть, лучше, он говорит, навоз лучше поймать на лету. Это делают для лечебных целей, подвешивая ведро. Но если в навозе есть черви, сила уходит. Навоз очищает от духов и привидений. Его можно хранить в холодильнике. Пол в доме лучше мыть щепоткой коровьего навоза. А как же? Так же стирать одежду и мыть посуду с навозом, чтобы отмыться от психической грязи. Вы поняли? Чтобы отмыться от психической грязи, надо посуду. То есть, теперь не моющими средствами, не содой с горчицей, ну, я уж надеюсь, химическими, из моих зрителей мало кто моет посуду, или органическими средствами. Это все глупость. Надо мыть обязательно с коровьим навозом. Ну, чтобы наверняка заразиться очень серьезными заболеваниями. Торсунов просто красавец. Советы дают прекрасные. Ну, чтобы так уж наверняка заразиться бычьим цепнем и другими десятками видов паразитов. Я уже не говорю про лямблей, других простейших одноклеточных. Ну, это не важно. Вот такая это лекция, дорогие друзья. Что тут можно сказать? Ничего не хочется говорить, но многое можно и нужно сказать. Очевидно, что любой разумный человек все поймет и без комментариев. Тут очевидно все. Но я вынужден их дать, поскольку есть такие люди, как Дмитрий. А есть и воинствующие люди, особенно крупные дамы, кричащие «Мы выросли на молоке!» Для растущего организма ребенка нужно молоко! Они могут даже в истерике биться и бьются, слушать ничего не хотят. Знаете таких? Ну, еще бы. А когда начинают слушать, происходит нечто интересное. Общаясь с сотнями людей, независимо от их возраста, образования, должности и достатка, почти все твердят, как под копирку, вдолбленными в подсознание штампами и постулатами, не задумываясь о смысле ими сказанного. К примеру, «Растущему организму нужен кальций!» Ой-ой-ой, страшно-страшно. Или «Каротин из моркови не усвоится без сливок!» То есть жиров животного происхождения. Ну прям! Природа недодумала, дура. А ты лучше знаешь, да? Угу. Один кретин сказал, «Тысяча повторила!» И вот вроде истина. Или «Молоко положительно влияет на микрофлору кишечника!» Да, еще и Мечниковой. Да-да, вспоминайте те самые кефиры, ряженку молочнокислой бактерии. Приплетут. Мечникову приплетут. А сами-то не знают, что уважаемый академик считал, что, к примеру, такой орган, как толстый кишечник, не нужен человеку. Это как? Это как вам? Нравится? Пропустите? Проглотите? Ничего? Ведь он же вознес ряженку. А вот просто так заявил. Поскольку считал, что аминокислоты могут поступать к нам в организм только через еду. Причем только с мясом и молоком. А функции толстого кишечника он не видел, не знал, не понимал. Горе от ума это называется. Он, конечно, умный человек, великий, но неразумный. Ум и разум – это разные понятия. Разумный – это тот, кто понимает, что он видит, знает. Поскольку только неразумный человек может, не понимая, зачем и почему, то или иное явление существует или предмет может сказать, значит, это не нужно и не имеет смысла. И сказал-то он это по отношению к природе. А вы-то, тем более немечников, не так ли? Но говорите и повторяете старые заблуждения. А это всегда проигрыш говорящего такие глупости, поскольку природа ничего просто так не создавала. И ты всегда глупее ее. Ее законам нужно учиться, ее законы нужно понимать. Зачем, почему, для чего, а не показывать свое невежество. А в 80-е годы, повально, к примеру, у новорожденных детей врачи вырезали аппендикс преступники просто. Правильно они поступали? Может быть, и вы так считаете? Так что вы там насчет бактерий-то? А между тем, именно толстый кишечник является тем самым органом, где обитающие в нем симбиотические бактерии синтезируют нам аминокислоты, поглощая живую растительную клетчатку. Читайте работы академика Уголева. В том числе все так называемые незаменимые аминокислоты и витамины синтезируют. Смотрите ниже в тексте аналогичный пример такого же симбиоза. На более примитивном уровне в природе таких симбиозов десятки тысяч. На примере тлей, а ведь идеологи, теоретики в конце 19 века, когда формулировали теорию сбалансированного питания, придумали, именно придумали тезис о том, что существует ряд аминокислот, которые якобы являются незаменимыми, и они, эти аминокислоты, в нашем организме не синтезируются, заявив, как всегда, бездоказательно и безапелляционно. И так в это верили, что и Мечников поверил, и не искал правды. И мы должны получать эти самые незаменимые аминокислоты из пищи, с мясом других млекопитающих, питающих животных, рыб с молоком, творогом, сыром, яйцами, то есть придумали именно то, что все теперь бездумно повторяют, как поговорку заученную. Они отбросили тот факт, что 4 пятых на то время население планеты не потребляло мяса и молока вовсе, но не умирали и жили дольше и были здоровее мясоедов, что естественно и несомненно. Молчу о племенах сыроедов, например, племя Хунзи в Пакистане, есть другое и до сих пор, возможно, сохранилось в Латинской Америке. Про науку я вообще сейчас не говорю, они отложили ее вообще в сторону. Просто взяли, так и закрыли на такие факты глаза. Так сказать, по-научному поступили, по-гурмански. Разбираться не стали, а зачем, когда так хочется мяса. Но, вопреки фактам, эта ложка чевала из монографии в монографию и до сих пор эти мысли, вот эти самые мысли у всех подсознание сидят и у всех лежат на слуху. Эти мысли так радуют несчастных мясоедов, мясоеды, не спорьте, вы несчастны. Ваша радость от потребления мяса или молока это иллюзия, внушение самому себе и зависимость от ваших микроорганизмов и редуцентов, то есть разложителей. Они и дают вам подобные наслаждения на химическом уровне, да еще и вырабатывая морфины. Вы себя убиваете, несете чужд, да еще и хорохоритесь. На примере молока, моей первой статьи о молоке, вы должны были все понять, что происходит с организмом, потребляя молоко, творог, сыр и снять лапшу суши и пелену с глаз. Нет, они все про незаменимые аминокислоты толдычат, без осмысления и ума, не понимают, что это такое, о чем вообще говорят-то. Но говорят, даже учат. Поговоришь с такими людьми и видишь, на языке просто бездумно заученные фразы. Что доярка говорит, что академик, что учитель, одно и то же, без понимания. Один в один. Ну ладно, простой рабочий. Или шахтер повторит за ученым, думая, что тот знает и говорит верно. Причем выясняется, а я с многими профессорами общался, просто смешно, что тот же академик, даже от медицины, никогда в жизни не задумывается о своем человеческом видовом питании, отделяя свою науку, область, в которой он занимается, как будто изолированную от мира голую теорию от жизни и биологии человека как части самой природы с ее законами и правилами, разработанными для каждого вида животного индивидуально. Изучая, скажем, лося, каждый зоолог все по полочкам разложит. Почему он травоядный, питается корой, болотной растительностью, все до деталей изучит, изучено. Про волка, пожалуйста, по любому виду. У каждого вида животного есть свой видовой тип питания, любой ученый это подтвердит, а человек все, тут короткое замыкание, всеядный, бу-бу-бу, белки и прочая ахинея. И вот эта всякая ахинея льется и льется. Ну, сразу разум кончается. Будто у него в мозгу кто-то поселился и покопался, внедрив какой-то вот этот блокатор сознания. Вот как. Это вообще очень забавно и о многом говорит. У тех, кто потребляет алкоголь, курит то же самое. Блок на понимание в данном вопросе и данной проблемы. Просто ступор на разум. Про мясо я обязательно напишу отдельную научную статью. Держитесь, дождитесь мясоеды. Уж простите меня за мою нетерпимость глупости человеческой. Уж простите меня за мою нетерпимость глупости людей, которые считают себя умными, умниками, уверенно констатирующими истину, абсолютно ничего не понимающих на самом деле, что сейчас сказали, но уверенных в себе. Да, абсолютно. Сказать-то каждый может глупость, как некоторые говорят, мое мнение. Но оставь свое мнение при себе. Ты мнение выскажи только в аспекте доказательств, а не просто верований своих и желаний. Так вот, сказать-то каждый может глупость, но вот биться и доказывать эту глупость другим, причем доказывая своим невежеством, горлопанством, ханством, чванливостью и так далее, по принципу сам дурак, заученными фразами, а главное, низкими желаниями их, слабаков, слабых людей, горделиво утвердиться в самообмане. Не стерплю никогда. Но надо же таких на место поставить. Кто же, если не я? Я, дорогие читатели, знал и до просмотра и анализа данной лекции Торсунова, что никаких научных доказательств якобы пользы молока у Торсунова не будет. Ну, по причине невозможности он его, то есть доказательства глупости самой природы. Такого быть не может. Природа права всегда, ее законы четкие и понятные, исключений не бывает. Поэтому в природе порядок и гармония. Молоко создано природой, дано матери любого вида млекопитающих животных только для кормления своего грудного малыша, пока он не перейдет на видовое питание, присущее каждому виду. Только уже поэтому невозможно доказательство пользы или даже безвредности потребления молока человеком, потому что невозможно изменить и разрушить или подчинить законы природы своим желаниям, даже если эти желания очень сильны, и тем более, если эти желания выходят за грани разумного. Когда же мы берем продукт непредназначенной природой для нашего потребления и путем любого рода манипуляций делаем из этого продукта модифицированные вещества, уже не продукты питания вовсе, поскольку творога и сыра не может быть и нет в природе, то потребляя данные суррогат и аморфные образования, получаем единственное возможное следствие такого извращенного и противоестественного питания. Это многочисленные тяжелые системные болезни организма. О чем было сказано мною в моей первой статье о вреде молока. Ссылочка будет под видео. Кстати, наши предки в старые времена применяли молоко, творог, яйца кур как строительный долговечный материал в тысячах и миллионах пудах. Кстати, если бы, скажем, вот циник и атеист Невзоров оценил бы данную лекцию Тарсунова, то комментарии были бы очень сильными и красочными. Поглумился бы человек жутко. Скажу так, что мне было бы очень любопытно послушать рецензию Невзорова по данной лекции Тарсунова. Ну, там, но я не атеист и не циник, поэтому о влиянии Луны вообще сомневаться точно не буду. Все в мире и космосе взаимосвязано. Луна влияет на приливы, отливы, на скорость вращения Земли, на иные физические процессы на Земле, а также на психику человека. Вот и на лектора явно сильно повлияло. Что же касается того, что Луна включает механизмы переваривания молока, то надо было бы пояснить, как это происходит и что такое переваривание молока вообще. Стоит ли еще раз пояснять, что казеин, молочный белок молока не может перевариваться в полной мере, то есть разобраться в организме человека на составные части аминокислоты, так как у нас в организме людей и детей в том числе нет вообще фермента ренина. Причем телячьего ренина, именно телячьего, который синтезируется в желудке теленка для расщепления казеина именно молока своей матери, коровы. У козы, дорогие друзья, свой казеин специфический. Луна же никак не может участвовать в помощи синтеза ренина, которого у человека как вида вовсе нет и никогда не было. Сразу тут скажу, не путайте ренин и ренин. А, а то некоторые умники и про это пишут. Не волнуйтесь, и для таких у меня ответ был дан уже давно. Под видео будет ссылочка ренин и ренин. Поняли, нет? С одной буковкой Н и с двумя. Разные получаются слова, а главное термины, а главное понятия. И это не признак деградации, как говорит Торсунов, а признак своего вида и всю. Без всяких там философств недешевых. А если это деградация и молоко, как признает Торсунов, плохо переваривается, а он это признает, то какая благость может быть от разрушения организма, от плохо переваривающегося продукта? Галактоза даже под воздействием Луны не перестанет откладываться на суставах. А с чем из лекции Торсунова я согласен, вы спросите? С чем-то я вообще согласен, конечно. Перечисляю по пунктам. Первое. С тем, что последние три тысячи лет идет человеческая деградация. Правда, она сейчас на переломе. Посмотрим, в какую сторону сдвинется маятник. Второе. С тем, что мясоедение это большой грех и от мяса огромный вред здоровью. То абсолютная истина. Третье. С тем, что если мать любит своего ребенка, то у нее молоко полноценное и наоборот. Четвертое. С тем даже, что молоко это концентрация энергии любви. Только для своего ребенка, теленка, козленка, я тут хочу подчеркнуть. Пятое. С тем, что реинкарнация серьезная тема и есть причинно-следственные связи действительно. В природе все подчиняется законам причинно-следственных связей. Ну что ж, это правильно. И шестое. С тем, что белки молока плохо перевариваются. Золотые слова автора. Но вывода нет. Одна мистика. А теперь, с чем я не согласен и что является откровенной глупостью то, что сказал Тарсунов. Молоко является благостным только для своего ребенка, так как передает ему в организм все питательные необходимые для его полноценного физического и умственного развития вещества и всю информацию в виде энергии родовых связей, эгрегоров и генетической памяти, то есть, речь идет про волновую генетику, кто понимает, о чем речь. Развитие физическое и духовное не может быть полным и верным без молока своей матери. Совершенно правильно. Это информация, передающаяся с молоком матери, как говорят, для каждого биологического вида своя, дорогие друзья, своя, так природа предусмотрела, или бог, боги, кто во что верит. Если новорожденный ребенок удваивает свою массу тела в норме к 180-му дню своего рождения, то зайчонку для этого нужно всего 6 дней. Подумайте, а телята и козлята растут быстрее ребенка человеческого? Конечно. И это естественно, для них есть молоко, совсем другое молоко, молоко их матери, их вида, жирность женского молока, аминокислотный состав, состав ферментов, секретов, состав микроэлементов у нас, людей, и у прочих млекопитающих животных различен, сильно различен. Это обусловлено программой, которую заложили в нас и в прочих живых существ, высшие силы, природы. Детям не нужно так быстро расти, как теленку или козленку. Нашим детям на первых порах жизни необходимы не так белки, как жиры, для развития мозга и центральной нервной системы, а мы пичкаем детей, грудничков, коровьим молоком с чужой нам генетической информационной энергетической программой, с иным химическим составом, даем подросткам мясо и творог, а потом удивляемся акселерации, почему органы не успевают расти пропорционально росту тела, скелета, помните эту проблему в больших масштабах, начавшуюся в 70-х, 80-х годах? Это сбой программы, быстрый рост мышц, но не органов, нарушение гормонального баланса, деформации тел, и врачи говорили об этом не как о проблеме, из которой нужно было быстро выводить народ, они говорили об этом как о неотвратимом факте, теперь это норма, раньше, да, мол, это не была норма, а теперь это норма, уже в 80-е годы в конце так стали, говорит, аритмия у ребенка, у подростка, что ж, это теперь почти у всех детей, они не понимали в чем дело, не хотели понимать, медицина все лучше, а болезней больше, как начали с конца 50-х годов лучше жить, в кавычках, стали потреблять в больших количествах мясо, молоко, сыр и так далее, а зелени и овощей все меньше стали потреблять, это была обратная зависимость, начались проблемы, которых раньше не было, начались проблемы, которые раньше были, но в меньших, значительно меньших масштабах, конечно, я не говорю об огромном количестве болезней от употребления алкоголя, табака, ослабления организма из-за прививок и других ядов, пестицидов, геномодифицированной продукции, мы говорим об основных, самых объемных и каждодневных пищевых ядах, дорогие друзья, теперь вы понимаете, надеюсь, понимаете, почему в дореволюционной России детская смертность была так высока, до медицины для бедных тогда не было, но дело не только в этом, из-за употребления чужеродных белков в пище, вот этих ядов, была основная причина детской смертности, последние 200-300 лет народ действительно, но далеко не все использовали молочные продукты в пищу, а в основном их использовали в строительстве, как рассказывал в том числе великий русский скульптор Каненков, написавший свои книги, свои автобиографические книги, как их дядя сдавал молоко купцу одному, а они даже дети молока практически никогда не пили. Так вот, последние 230 лет народ действительно, но далеко не все молочные продукты использовали на самом деле, в основном в строительстве их использовали, о чем я в своих многих лекциях говорил подробно и показывал книги по строительству, дореволюционной и сразу послереволюционной, на что миллионами пудов по стране в масштабах страны шли и молоко, и творог. Но действительно, последние 200-300 лет народ стал потреблять массово молочные продукты, то есть в больших количествах, нежели в Древней Руси, а тем более до последнего оледенения в Северном полушарии. Вот откуда вам кормили цикорова. Да, тут я скажу важную вещь и попрошу моего помощника тоже вставить про Японию. Один сюжет про молоко, непосредственно касаемый и мясо, что они как дикость воспринимали, когда европейцы, там голландцы первые приплыли, ели мясо и вот эту белую кровь пили. Ну, понятно, что речь о молоке. Никогда этого там не было, потому что японцы оставались на древних, изначальных, в этом смысле, в ведических традициях. Разные существуют религии, но дело не в религиях, а в самой сути, первооснове вот этой человеческого бытия, здравомыслящей жизни в гармонии с природой, которая была подчинена законам природы. Так вот, мы в своей истории тоже не всегда были, скажем так, христианами, да? До этого была тоже ведическая культура. Во всех ведических, до религиозных культурах всегда люди жили адекватно с законом природы. Александр Мещеряков. Что описывают японцы? Про возраст, действительно, что живут мало, тем не менее, что японцу до 100, вот это, мол, так, ерунда, а европейцы стоят вот до 50, что японцу до 100 дожить. А вот, интересно, тело европейцев имело не только ужасную оболочку, пишет, со слов японских обывателей, они заполнены его варварским содержимым. Внимание! В их повседневную диету, то есть европейцы, входило мясо, что для японцев дико. Им вменялось вину, что они денно и ношно убивают и поглощают плоть, то есть коров, лошадей, свиней, кур, то есть это было дико для японцев, товарищ умный, дорогой. Так, превращаясь таким образом в диких, внимание, и агрессивных зверей, то есть тот, кто потреблял животную пищу, по мнению японцев, это было настолько неестественно, что эти люди превращались с диких, агрессивных зверей. Масло и сыр тоже казались японцам отвратительными на вкус, как и на запах. Обвиняли европейцы в том, что они пьют белую кровь, внимание, молоко. То есть этого не было в традициях вообще и было неестественно, то есть на уровне понимания, что в природе таких извращений быть не должно. Так вот, продолжаем, что да, ребенок выживал на молоке коров, конечно, если материнского не было, поначалу, да, и то не всегда, а жил недолго, поскольку начинал сильно болеть простудными, в основном, заболеваниями за счет слизи, за счет вот этих вот воспалительных процессов, которые возникают в реакции антигена-антитела, о чем я говорил во многих своих лекциях. А химических препаратов, антибиотиков подавляющих, иммунную систему тогда не было. Другие, если доживали и переходили на потребление хоть чего-то живого, растительного, репа, брюква, турнепс, зелень, а тогда этого ели очень много, выживал и дальше, и жил так долго, смотря чем в дальнейшем своей жизни питался, поясню. Болезнь это защитная реакция организма на гнойные токсины, трупные яды, образующиеся в результате потребления чужеродных нашему организму белков. Реакция на попытку самоочистки организма. Температура повышенная, это тоже показатель воспалительных процессов в организме. Если бы дать возможность очиститься, то есть голодать, промывать кишечник, перестать при заболеваниях, подбрасывать в желудок новые пищевые яды, то человек, ребенок неизбежно поправится. А то ведь как и сейчас, ой, ребенок болеет, ему нужны силы, нужно больше кормить. И вот порочный круг, болезнь продолжается. Ведь кормить-то будут тем же самым, от чего, собственно, болезнь возникла. Тут либо ребенок должен умереть, как это и бывает часто, даже сейчас, хотя реже, за счет развития медицины. Либо организм должен положить эти яды где-то в организме, если это сделать, конечно, получится. Но это сейчас, в наши дни, когда есть специфические препараты, подавляющие самочистку организма и консервирующие болезнь до следующего раза, то есть до приступа. И так возникают хронические болезни. Это возможно, да, сейчас возможно. А в прошлые времена, в прошлые, не так было. Ребенок заболел, жар, а ему дали молока, да еще топленого. Если в желудок подливать все это, ну, и новые порции яда в виде корового молока, творога, что тогда будет? Организм всегда имеет свой предел. Когда-то, не устранив причину болезни и не очистив срочно организм, может наступить и смерть. Для последней капли хватит и простого сквозняка, на который, знаю, многие уже подумали, мол, умирали от сквозняков. Продувало детей в деревянных избах с щелями или там от чего-то еще, не важно, что там придумают, от чего. А при чем тут еда? Да? А? Именно. Многие так думают. Это просто ужас. У дворянских детей, дорогие товарищи, не меньше детей погибало. Из 10-15 порой, при лучших условиях жизни, возможностях, да, выживало и 5, и 6 по-разному. Но здоровый ребенок не может простудиться вообще, как не простужаются в природе детеныши других видов, животных. А у нас-то все-таки дома какие-никакие, но печки. Не ищите другие причины. Их просто нет. Так, идем далее. Очень эффективно сказать явную глупость, но имеющую воздействие на определенный тип людей. Ну, про жуткие теории о вреде молока в темные времена. Вроде от такого предупреждения оракулов о грядущих страшных заблуждениях. Это у многих отключит сознание и ум. Хороший прием. Откуда он это взял? Где источники? Хотя никакого принципиального значения это вообще-то не имеет. Для истины это не имеет никакого отношения, тем более для биохимии. Вегетарианство это не отказ от убийства животных, что само собой, разумеется. А есть латинское слово. Вот оно, внимательно посмотрите, что означает растительный. Именно от этого слова произошло название типа питания вегетарианства. Это система питания, исключающая из пищи любые продукты животного происхождения. То есть это система питания только растительной пищи, что и следует из названий, из термина. А сыроедение то же самое, только вся эта пища должна быть живая, то есть без термообработки. Конечно, сейчас есть разделение там ова, лакта и прочее, вегетарианство еще напридумывали. Все это глупость. Веганство можно это называть или вегетарианство, но на самом деле это только питание растительной пищи. На самом деле. Какая безграмотность? Мать человеку, не корова, а его родная мать, даже в переносном смысле, что за пошлость, что за низость, как можно так глумиться над человеческим родом и над матерью. Не буду говорить о глупостях типа накопление силы разума и высшего ума. Он сам-то понял, что сказал. За умную глупость сказал. О том, что имея корову можно вылечить все болезни. Может, если ее гладить и любоваться, то настроение улучшится, это да. А если потреблять ее, неважно, какие части тела и выделение, коровы этой самой, то наоборот, получите все болезни совершенно заслуженные и объективные. Про рога у мужа от козьего молока, молочные комбинаты и другие глубокие шутки посмеялся. В кисломолочных продуктах много страсти. Это сильно и так же научно, как и доказательно. Пояснений просить не будем. Про кефир читайте Углова и смотрите лекции Жданова. Очень хорошо про кефир. Федор Григорьевич Углов говорил много лет назад, еще в 60-е годы, что это оружие, через которое приучают детей к алкоголю. То есть спаивают детей, поскольку в любом кефире, даже по советскому ГОСТу, было 0,5% алкоголя. В тепле, если постоит три часа от магазина до дома всегда даже больше, то это уже процент. И какое воздействие это количество алкоголя, этилового спирта в выпитом кефире оказывает на ребенка, прекрасно все известно. Это страшное оружие по алкоголизации населения, которое в нашей стране активно стали применять именно в 60-е годы. Что ж, выражение вроде «творог» увеличивает силу нервной системы. Это типа высшего ума. Да. Не только не объясняет смысл сказанного, какую силу, электропроводимость, что ли, каким образом, но и показывает непонимание значения употребления слов и сложения из этих слов мыслей, а также незнание биологии. Про смазку себя маслом это вообще высший пилотаж. Особенно себя всего трудно вообще комментировать. Нет, конечно, есть смысл, когда заключенные бегут из зоны, например, если зимой бегут, то чтобы уменьшить теплопотери, попросту, чтобы руки и ноги не окоченели, желательно намазать ноги, руки маслом, лучше барсучим жиром, так сказать, как это иногда делали, замотать полиэтиленом, затем одеться. Это известно. Именно потому такой метод сохранения тепла организма помогает, что кожа как раз не впитывает масло, а наоборот закрывает поры, обволакивает кожу, создавая защитный термобарьер. Аллергии, то есть специфические реакции организма вызывают любые белки животного происхождения, так как они являются антигенами и вызывают отторжение их, то есть чужеродных агентов, наши иммунные системы, а внешние и иные проявления пятна, сыпь, спазмы, есть реакции организма, то есть это и есть сама аллергия. Реакция – это следствие, потому сыр, в первую очередь, как максимальный концентрат белка казеина, молочного белка, это самый сильный аллерген. Жиры, масло, сливки не вызывают аллергии, это верно. Участие, Академия, есть ли они, количество になли papers, в первую очередь, гонка. Участие, гонка. Думаю, гонка. Ирана, Я проявляю, но без пищи. Ну, про навоз я долго смеялся. Хорошо, что он все же про червей, то есть глистов, сказал, молодец. А то, что в навозе коров всегда есть паразиты десятков видов, это для него не очевидно. Главное, посмотрите, есть ли черви. А то прям глазом можно увидеть. То есть яйца червей не увидеть, маленьких личинок не увидеть. Но он говорит, посмотрите. То есть, ну ладно, больших увидеть, значит, плохо. А не увидеть, значит, хорошо, да? Но от этого не значит, что там нет червей. И это просто какой-то ужас. А то их всех видно. Цистые тоже видно. Ну, просто кошмар. Надо было ему про микроскоп намекнуть, что ли. Ну, ладно. Мойте посуду, стирайте, натирайте полы навозом. Надо было ему еще добавить, ну, после фразы, держите навоз в холодильнике, ешьте навоз на обед. Обязательно надо было ему добавить это упущение. Ну, я ему подсказываю. Обязательно, дорогой товарищ Тарсунов, скажите так, что... Ну и, конечно же, ешьте навоз на обед. Вот это по-нашему, что называется. Это уже, чё там мелочиться. Использовать продукт так по полной. А на грядке жаль, добро переводить, да? Так, про отпугивание духов и привидений. Может и выйдет. Не спорю. Если сильно пахнуть будет, то, наверное, да, отпугнет. Хорошо. Люблю я выражения, конечно, типа психической грязи. То есть, никто ничего не поймет, но и не переспросит, чтобы не показаться глупым. А лекция идет дальше. Главное побольше запутанных слов и общих ссылок. Без конкретики. На веды, на авторитетов или на высшие силы и фазы луны, конечно же. Особо акцентирую внимание про потребление молока после шести вечера и радость лектора, что оно всю ночь находится в желудке и воздействует на желудок. Нет, на ум. Вводя человека в благостное состояние. Я расскажу вам, дорогие товарищи, что происходит с молоком в желудке после шести вечера, всю ночь. Фенхель тут, ну, никак не поможет. Даже кардамон. Но это позже. Следите за данной статьей. Я обязательно буду ее дополнять. Ну, а также уже давно дополнил моими видео и так далее, что происходит. Так, теперь защита коров. Защита коров от непотребления как можно большего количества молока, как лектор говорит. А непотребление его вовсе. Ни молока, ни мяса, ничего иного от несчастных коров. Вот если отстанете от бедных животных и ничего потреблять от них не будете, вот тогда будет им лучше послушать умного человека Николая Николаевича Дроздова на эту тему. Конечно, вот то, что приходится сейчас при повышении, как мы говорим, благосостояния народа, то есть все больше внимания уделять животной пище, это на самом деле такая, ну, своего рода ловушка, потому что, понимаете, человек благополучный, считает, что ему-то уж положенными есть мясо, колбасу, сало там и все прочее. Когда его дедушки и прадедушки были бедные, ели только щи да кашу, ну, теперь-то он стал богатым, он может себе позволить, так сказать, ну, не уподобляясь там королям, которые объедались, и там придворным, которые объедались просто до умопомрачения, но он хочет есть здоровую мясную пищу, значит, там мясо такое-сякое-другое. Но для этого приходится что делать? Вот нас на планете достаточно много уже, нас, людей, правда? На всех даже территории не хватает, но мы теперь эту территорию должны еще держать для чего? Мы селимся в городах и деревнях, селительные земли, да? Потом нам нужно что? Вырастить, если бы мы были вегетарианцы, нам нужно было что? Еще земли достаточно много для выращивания кукурузы, пшеницы, гречки, там всего. Для выращивания злаков и для садов яблоневых и вишневых, там, садов для огородов и садов и полей нужны территории достаточно общинно, чтобы питаться этой пищей. Но нам этого мало, мы хотим включить в эту цепочку, казалось бы, как хорошо вырастили, злаки, овощи, фрукты, поля, огороды, сады. Вот три вида, так сказать, сельскохозяйственных земель. И хорошо, ребята, давайте жить с овощами, злаками и фруктами. Нет, давайте нам мясо. А чтобы получить мясо, что мы должны делать? Стоп, потеснить территории садов, огородов и полей, которые выращивают нам вегетарианскую продукцию. Для чего? Чтобы, во-первых, посадить, да, во-первых, устроить фермы для содержания животных, которые мы потом, если прикончим, начнем есть. Для содержания животных. Кур, коров, кот, все, вот для них. Фермы, загоны, там какие-то птицефабрики, построили их. Но дальше, погодите, нам надо иметь поля для того, чтобы вырастить корм для этих животных. Они же не воздухом питаются. Значит, кормовые культуры, помимо наших культур, которые мы для себя посадили, давайте сдвинем их и посадим еще кормовых культур. Кукуруза не для нас, а для тех животных, которые мы хотим потом съесть, да? Цепочка удлиняется, значит, поля для них. Но поскольку поля сезонные, значит, нам надо собранный урожай, чтобы он круглогодично был готов для этих животных, поместить в селосные башни, в селосные ямы, которые должны сохранять эту вот корма для этих животных в течение года. Значит, поля кормовых культур, селосные башни, селосные ямы для того, чтобы сохранять этот корм, для определенного сена, сено там накосить и, значит, поставить стога и ждать, когда придет время покормить наших коров этим сеном. Потом, значит, вот уже сколько мы отняли, да? Так мало. А когда мы этих животных здесь, наконец, накормим, вырастим, теперь надо их, значит, прикончить. А где их прикончить-то? Ну, не во дворе же, правда? Мясокомбинат строим, понимаете? Мясокомбинат, где их убивают. А потом мы строим в мясокомбинате цеха, где мы из этого мяса делаем там колбасу и все прочее. И еще какие территории гигантские, понимаете? Какая цепочка удлиненная. А потом магазины, где мы продаем это все мясо и продукты из него, колбасу и все прочее. Ну, ребят, тут земли нашей уже давно не хватает для того, чтобы вот так вот полноценно для всего человечества. Вы, кстати, заметьте, в Африке, в Азии у нас много народа живет. Они только мечтают о колбасе, и у них есть тарелка риса, да, и все. На еду. И многие, так сказать, в Юго-Восточной Азии и в Латинской Америке, многие, так сказать, вот едят, так сказать, что-нибудь рис, рис попался в Юго-Восточную Азию, кукурузу дали, там, лепешку кукурузную съели, пошли работать. И у нас такое человечество, большая часть человечества так живет. Если мы хотим общество справедливости, давайте, или мы будем в 10 раз развивать еще раз все эти вот цепочку поля кормовых культур, силос, фермы для самих животных, мясо-комбинат для их убивания, магазин для продажи всех этих продуктов и для производства их. Это же не мясо-комбинат, это следующие фабрики какие-то, колбасные. Если мы все это будем развивать, мы погрязнем, так сказать. Плюс к тому еще отходы от жизни животных, знаете, сколько этих самых, сколько отходов там получается, или надо их как перерабатывать, или они загрязняют окружающую среду, это проблема ужасная. И представьте себе, понятно, что в один день ничего не переделаешь, но если мы хотя бы постепенно начнем уменьшать долю мясного, просто в населении, долю мясного потребления, доказывать, что оно, так сказать, не так полезно, как нам казалось, что оно неестественно, и постепенно вытеснять, так сказать, животные корма из нашего рациона, то постепенно мы начнем уменьшать площади кормовых культур, уменьшать количество всяких ферм, загонов и всех, где их содержат, зимой еще, тем более, утепленных там, чтобы пережили животные, дождались, пока мы соберемся их сажать, кошмар. И дальше уменьшим число мясо-комбинатов и перерабатывающих их там колбасных фабрик, магазинов местных. Представляете, какое облегчение для народа будет, если мы все это сделаем. Да, посмотрел бы лектор Тарсунов, как они благостно содержатся на фермах. Не как в рекламе у веселого молочника, ну, за исключением примерно половины одного процента мирового поголовья, тут, да, возможно, содержание иное, более человечное. Однако мы же говорим про современные реалии жизни, когда один человек или один суперкомбайн, одна супертехнология, будет, скажем так, кормить сотни тысяч людей, ведь в городах-то люди все теперь, а на селе-то и нет, а тенденция-то еще больше идет к урбанизации, глобализму. Ну, надо же от жизни современной отталкиваться, а не от фантазии и иллюзий. А видели ли вы сквозные дырки, ведущие в желудки коров бедных с клапанами для засыпок, прям напрямую, всяких там ингредиентов? Оттуда на молокозаводы едут и везут доброе молоко с радушной энергетикой, а также гормонами, антибиотиками, лейкозом и эманациями страданий. Что ж надо такое ляпнуть? Больше употреблять молока, значит, больше коров размножать, значит, больше их убивать. Телят мужского пола бычков после эксплуатации в роли производителей, это в лучшем случае, да и самих коров, когда отрабатывают они свое, куда девают? Или всех их содержать, да естественно их смерти, в теории можно, а тогда совсем у людей земель не останется. Кто из фермеров на это пойдет, когда они считают каждую копейку, а? Или корпорации, может, пойдут? Ну, это просто смешно. Так вот, знатоки вед, буддисты и просто умные люди говорят, войны на земле не прекратятся до тех пор, пока на земле останутся бойни и мясокомбинаты. Вот это факт, это истинная правда. То есть, как аукнется, так и откликнется. Вот они, законы кармы. А вот настоящая защита коров это пропаганда вреда и неестественности потребления молока, мяса и иных продуктов эксплуатации коровы. Это объяснение причин происхождения голода на планете. Не то еще будет скоро. Истощение растительных ресурсов, вырубки миллионов гектар лесов во всем мире. Это обеднение и эрозия почв, уничтожение водных ресурсов, в том числе загрязнение грунтовых вод во многих регионах мира, эпидемии многих болезней и так далее. Для пастбищ, сенокосов, полей по выращиванию для скота и скоту, кормовых культур, нужны миллионы гектаров, плодородные причем земли. Нужно тратить миллиарды киловатт энергии, миллиарды тонн чистой воды, металла, дерева, бетона, назначат нефть и газы, угля, дров. Нужно строить новые атомные электростанции, нужны заводы и фабрики, мясокомбинаты, колбасные и консервные заводы, убойные комбинаты, утилизация миллионов тонн отходов, скотомогильники, эпидемии, которые будут зарождаться в будущем. Я и малой части того, что нужно для поддержания этой убойной индустрии, не перечислил. Чтобы существовала одна корова, нужно три гектара земли в год, даже без выпаса, только сено, выращивание ингредиентов для комбикормов, для силоса и так далее. На трех гектарах земли можно вырастить десятки тонн овощей и фруктов, фруктовые сады, ягодники. Можно вырастить тонны злаков и зелени в год и накормить этим сотни и тысячи людей. Коровы на убой, бычка, растят от двух лет. Чтобы накормить двух среднестатистических американцев в год, а некоторые потребляют по две коровы в год, по молоку и прочим молочным продуктам те же пропорции затраты потребления, так как они же не только мясо и творог едят, много чего еще. Два человека или тысяча. Так что экономичнее, разумнее? Накормить тысячу людей полноценной здоровой пищей или трупами и клеем? Ну, имеется в виду казин, прекраснейший столярный клей. Одного или двух человек выбираете? Так мало того накормить два или тысячи? Мало того. А результат? От мяса и молока только вред. Сотни болезней, страдания, а тут же тысячи клиник лишних, НИИ, институтов, лекарств, химзаводов, фармацевтических заводов и так далее, и так далее, вся эта химическая индустрия. Болезни вроде как надо лечить. Или делать вид, что лечить. Сколько перелопачивается ресурсов. Магазины, и прямо в них, в супермаркетах, отдел, аптека, выходят сказ люди и прямо упираются в аптеку. Ну что ж, естественная жизнь, естественные следствия извращенных пищевых пристрастий. Все верно. Верно сказано. Хочешь контролировать людей, контролируй производство продуктов и их распределение. А мясоеды-то хорохорятся. Ну пока петух в попу не клюнул, пока диагноз не поставили, там-то быстренько хорохорение проходит. Так некоторые еще и после говорят, причем, знаете, так искренне, с телячьими глазами от удивления. А еда-то тут при чем? Да, действительно, святой дух виноват. Или судьба, да? Один нажрался водки и побил жену. А на утро водка тут при чем? Да? Абсолютная аналогия. И говорит такой алкаш, а это жена дура, сама виновата. Или у человека рак легких, а курят тут при чем? Говорит он. Он другие курит, и все нормально. Дебил он, конечно, дебил. Это нормально быть такими тупицами? Ну пора бы, наверное, сказать, я дебил. Я больше не хочу таким быть. Ну все, ну все, ну хватит. Вот одуматься надо и честно себе самому сказать, что хватит прекращать себя обманывать дешевыми отмазками. А пора бы за ум взяться. А ведь таких людей много, они есть. Кто так и скажет, таких много, да еще и придумают какие-нибудь легенькие примерчики себе. Примеры-то аналогичные. Разница только в мере понимания проблемы и в желании открыть глаза на правду. Так вся эта смертоносная для животных машина, убийство работает и на убой людей. В принципе, все логично, что посеешь, что и пожнешь. А корпорации, рады, внедряют ложь в умы людей, что еды на всех мире не хватает, якобы. Поэтому и голод, мол, что вы хотите. Разумеется, он искусственный, создан и внедрен этими хитрыми манипуляторами на закупках и продажах зерна, там, риса и так далее. А ГМО выход из глобальной продовольственной проблемы, говорят нам эти подонки. Разумеется, истинная цель внедрения ГМО-культур это полный контроль над мировым рынком продовольствия и уничтожения, ну, буквально за 2-3 поколения лишних людей, честных фермеров. Их порабощает вот это бесплодное ГМО. Они вынуждены закупаться и тратить деньги, пока дешево, а потом в раз поднимут, и они разорятся, как это уже происходит массово в Индии. И вот лишних людей сколько? 4-5 миллиардов? Легко решаемый вопрос. Без всяких войн. Это помимо прививок, которые синтезируются в лабораториях, там, всяких гриппов, птичьих, свиных иных. А вроде так и должно быть. Съели, приняли. А Вася слушает ТВ. Да ест. Идиотизм и ужас. Ну, неужели лектор так глуп, чтобы этого не знать? Он же не простой обыватель, живущий телесериалами, вроде бы даже врач. Не могу утверждать, поскольку наверняка не знаю. Но предполагаю, что он эту ахению несет в массы специально, чтобы народ был больным. Ведь много сил на планете, которые несут такую же ахению о пользе алкоголя, мяса, кофе. Неестественных так называемых продуктах, которых нет в природе, в том виде, в котором человек создал их для каких-то своих идиотских целей. Одурманивание, брюхоноедание и потирание брюха из складок своих и так далее. Почему бы не исключить, что и торсунов из их числа? Но это, конечно, только предположение. Но это предположение все же приходит на ум, потому что трудно поверить в такую бескрайнюю глупость специалиста, как знатока своего дела, тем более понимающего вред мяса, алкоголя. А тут такое. Не могу понять. Почему же люди так смешны и наивны? Так хотят обманывать других из себя, да? Много ли благости они получат таким вот способом? Не думаю. Скорее наоборот. Торсунов говорит далее, что человек не сможет познать священное писание, не употребляя молока. Какая чушь! Если мозг здоров, без гононников, то всегда он сможет постичь любую информацию. И про какое писание он говорит? Если о ведах, то нужно помнить, что индусам веды дали наши предки волхвы, но то, что веды были многократно переписаны, как, собственно, и Евангелие, то тут вина не самих истинных, изначальных знаний, не вина природы, а людей вина, которые эти знания сфальсифицировали, изменили в угоду кому-то или чему-то. Если в любой книге написано то, что противоречит законам природы, то надо исключить не законы природы из своей жизни, а эту книгу, по крайней мере, ту ее часть, где написаны глупости, ложь. Есть законы природы. Они гласят, что всему есть причины и следствия, всему есть свое время и место. Есть жесткие биологические процессы на молекулярном клеточном уровне. Это общая логика в цепях космических законов от элемента жизни до галактики. Это неукоснительная логика десятков и сотен миллиардов лет. К примеру, у тли, обычной тли, сосущей сок в растении, имеются симбиотические бактерии, это почти единое целое с тлей, которые, поедая сахара, высасываемые тлей, а она питается только сахарами, растворенными в соке растений, синтезируют для тли аминокислоты, то есть основные части будущих белков, из которых строятся все клетки тли. Если, скажем, тетрациклином или прочими антибактериальными антибиотиками обработать листья из стебля, на которых пасутся тли, то тля погибнет не от воздействия самих антибиотиков, а от того, что тетрациклин убьет симбиотические бактерии в теле тли. И от отсутствия новых белков, как прекращение процесса биосинтеза белков со временем, погибает и тля. Вы понимаете, что я этим хочу сказать? Вы понимаете, Дмитрий, что все эти процессы объективны, и если вы, как электр Торсунов, не понимаете в биологии и биохимии ничего, не нужно, по крайней мере, уверенно и безапелляционно заявлять и констатировать якобы истину в последней инстанции, как говорил товарищ Энгельс, и одной фразой вроде «от молока вреда нет», как шариков топтать знания, науку, истину. Не нужно судить о вещах космических масштабов, не понимая, более простых законов природы, то есть процессов биологических, биохимических. Если бы вы захотели, то могли бы разобраться и понять, что белки у нас такие же, они синтезируются из аминокислот. А аминокислоты есть в растительной пище любой, включая все восемь незнаменимых, так называемых, незаменимых аминокислот. И этому я посвятил уже теперь, после данной статьи, чуть ли не сотни лекций. И только ленивый, и откровенный трус, либо, ну скажем, извращенец и циник, не может посмотреть и не говорить, что не видел. То, что вы, либо любой иной человек, можете привести в пример безвредности потребления молока, не является аргументами вовсе, тем более фактами, свидетельствует лишь только о ваших заблуждениях и желаниях оправдать в своих и чужих глазах то, к чему вы привыкли, и от чего вы не желаете, не можете отказаться. Подумайте разумно и спокойно. Неужели можно назвать фактом пользы молока то, что, мол, наши бабушки и родители пили молоко и выросли, мол, ничего, как некоторые говорят, на молоке? Да, выросли. Но не только на молоке. Что они? Больше ничего не пили и не ели? И не за молока выросли? А вопреки ему. Так как организм человека имеет огромный запас прочности на тысячу лет. Как совершенно верно сказал товарищ Тарсунов, вот что верно, то верно. И с массой болезней, которыми болели, когда росли, это простудные, инфекционные иные заболевания, и с хроническими болезнями, которые пронесли через годы и болеют теперь. Если вы в 20 лет имели определенную массу тела, скажем, при росте 180 сантиметров в 70 килограмм, а теперь, скажем, в 40 или 80 лет, 80 и более килограмм, то это уже говорит о болезни организма, всего организма. Это системные обменные проблемы, накопление жира с гноем, каловых масс, это и гипертония, радикулит, болезни почек печени, болезни Альцгеймера, другие аутоиммунные заболевания, склероз мозга, гаймориты, циститы, колиты, различные доброкачественные опухоли и так далее. Это системные заболевания всего организма, а не отдельно взятая проблема. Здоровый человек, который питается видовой пищей, не болеет вообще, это невозможно, если не делает определенные ошибки. Сейчас в наше время их сделать гораздо проще и легче, но это другая отдельная тема. Точно так же и в дикой природе. Животные, которые потребляют пищу, свойственную пищу своему виду, не болеют вовсе. Звери могут сломать ногу, получить растяжение, погибнуть в схватке с другими животными. Как и человек может умереть в битве, упасть со скалы и так далее, но это не системные, не обменные болезни, которые проистекают только от питания. Это дело случая, кармы, если хотите, естественный отбор, кому как угодно. Все болезни, появляющиеся у домашних питомцев, которые хозяева и ветеринары знают, вызваны человеческим, донатурированным питанием, помимо других ужасных условий содержания и так далее, других факторов помимо, которым и сами люди питаются и кормят своих питомцев. Всех этих инсультов, инфарктов, заболеваний почек, кстати, как у кошек от молока, коров, рака, нет в природе у тех же самых видов животных и их ближайших родственников. Кошка, к примеру, не может и не должна и не питается в природе молоком коров, сливками. Она должна, как вид, есть мышей при безвыходной ситуации ловить птичек там и так далее, белочек, ну, к сожалению, она хищник, понятно, это плод-то ядное животное и все тут. Это не я, природа так решила. Я иногда наблюдал, как кошки со слабым здоровьем после всяких там комбикормов, вискосов, сосискосов, после отравлений, опухшие, попавшие в дикую природу, да, в деревенскую, дикую, заброшенную природу, хотя бы в деревню подальше от городов, те кошки, которые по 5-10 поколений жили и размножались в городских квартирах, вяло проживая, да, в свой короткий неестественный срок жизни в бетонных клетках, так вот, попадая на природу, если их перестали кормить всеми вот этими химическими кормами, комбикормами, начинали оживать, природа брала свое, генам миллионы, а человеческим миллиарды лет, кошки начинали ловить мышей, особенно быстро обучались, если находилась какая-то старая опытная местная кошка, они помогают друг другу, это только мы люди грызем друг друга, так вот, начинали есть травы от глистов, они ищут, они от природы их знают, от всех болезней нарушения пищеварения, и если добрые хозяева не начинали вновь убивать их комбикормами или пищей со своего стола своих любимцев, то не только всегда выздоравливали, но и жили потом дольше городских собратьев, да, кстати, уже много лет спустя мы потом специально для городских жителей выпустили комбикорма веганские для кошек, собак, более того, это первые в мире сыроедные веганские комбикорма, то есть не подвергшиеся термообработке, сохранению всех питательных свойств, компонентов, витаминов и так далее, от этих кормов кошки просто выздоравливают так же, как на природе дикие их собратья, но это такая маленькая реклама, потому что многие будут спрашивать, ну а как быть, задавать вопросы, я вот сразу говорю, мы разработали, сделали такие корма, на нашем сайте надгар.ру вы их можете приобрести, ну а корова должна есть траву на лугах и должна давать молоко не вам, а своим телятам по 6 литров в день примерно, теленку этого хватает, ну как это делают буйволицы в дикой природе, кстати, а на травоядные животные, да конечно, так нет же, надо раздаивать коров столетиями, чтобы искусственно увеличить надои, пить молоко другого вида животного, да еще всю свою жизнь и извращать природу, вот тут-то благости как раз ждать не нужно и себя обманывать глупо и подло, получить болезнь как естественное следствие извращения законов природы, жизни, это правильно, да, свое молоко, женщины, свое, свое раздаивайте, если нет, если его мало, всегда можно раздавить, всегда, если не лениться и правильно питаться, не есть, к примеру, сыр с химическим шоколадом, это я к примеру, а ведь есть такие, еще удивляются, говорят, что не получается, мол, природа им не дала молока, это ужас просто, что творится, человек венец творения природы или создания Божьей, должен что есть? И должен есть пищу, созданную для него, богами, высшими силами природы, и эта пища есть венец творения растительного царства и концентрат энергии солнца и минералов земли, это плоды растений, это корнеплоды, орехи, иные плоды, разумеется, мы плодоядные по своей биологии и биохимии, не плодоядные, не всеядные, не травоядные, а плодоядные существа, но только потреблять плоды нужно в естественном виде, как создала их природа. Да, если даже кому-то это не нравится, у кого, если есть протест, от этого ничего не изменится, речь идет только о сыроедении, то есть о единственном существующем в природе типе питания. Попросту, природа предусмотрела только такой способ питания для всех высших живых существ на нашей планете, да вообще для всех. Задумайтесь, для всех, нет исключений и нет болезни, только у человека есть системные болезни, которые извратил законы бытия коим миллиарда лет. Они есть, а человек все умничает, вспоминает бабушку, ставит себя выше богов, выше природы, говорит человек, я приготовлю пищу. Вдомайтесь, дорогие товарищи, что же говорит такой человек на самом деле? А он говорит следующее, ты природа, дура, ты ничего не знаешь, я умнее тебя, у тебя нет ничего готового для меня, человека пустовато на твоем столе, я тебя исправлю, я сейчас пищу приготовлю, которую ты не приготовила. Это если задуматься, что это такое, это клиника, это идиотизм, это мрак. Но это не все понимают, хотя все настолько примитивно и просто. А ведь если спросить любого, согласны вы с тем, что природа умнее нас, людей? Любой скажет, да, конечно. Как же избирательно мы мыслим? Как же мы любим изворачиваться, когда речь заходит о любимых привычках и пристрастиях? Это низко, это недостоин названия человека разумного. Природе уже все давно приготовлено для любого живого существа. Ее стол нашей природы, скатерти, самобранки, полон чрезмерно. Так в чем же вот это короткое замыкание нашего головного мозга? А только в том, что мы так привыкли варить, жарить и считать это нормальным и естественным, потому что жарили наши бабушки, а дедушки охотились, ловили рыбу, многие доили коров. Только в этом дело. Продолжать такую логику? Ну и алкоголь пили он запой на последние 60-70 лет. И что стало с нашим народом, с миллионами сограждан, с инвалидами, и мутациями на почве алкоголя, потребления алкоголя, с несчастными и больными детьми, с полутора миллионами убиваемых алкоголем в год русских мужчин, женщин и детей. А многие еще говорят, ничего пили он и раньше. Так что же, неужто данный факт говорит о том, что потребление алкоголя, этого страшнейшего наркотика и протоплазматического яда, этого генного оружия безопасно и даже полезно. Ведь пьют же и вроде пили. Кто сейчас такое скажет? Или кретин, или явный враг народа? Ну очнитесь, люди. А по сути, между алкоголем, молоком, мясом, всем, что неестественно в жизни вида животного, нету никакой. Когда мы говорим о разуме и логике, о причинах и следствиях, разницы-то нет вообще. Не судите о жизни по идиотской поговорке «Все полезно, что в рот полезло». Полезет-то многое сдуру. Молоко из стакана полезет. А вот если сосать в имя, прямо у коровы, вместо теленка, подползти, ну так встать на четвереньки и присосаться, тогда полезет. А прямо у своей матери, что естественно, правда, если вам от нуля лет до четырех, если ей уже маме ваши 70-80, а вам, скажем, 30-50, а стукнуло, ну и что тогда? А ума так и нет у вас. Полезете? У мамы пить молоко так вырвать только у нормального человека от одной мысли такого извращения, да? Полезете? Нет. Один человек как-то сказал своему тестю, что я больше не дам своим детям есть трупы животных, не буду их, детей, губить. Теща сразу в истерику. А тесть от такой постановки вопроса задумался, долго молчал, а затем произошло чудо. Тесть сказал, что теперь и ему кусок мяса в горло не лезет. Но он это с сожалением сказал, мол, что ты натворил? Так замечательно, замечательно. Просто человек, проживший уже за 70 лет, впервые в своей жизни задумался и назвал вещи своими именами. Мясо, чем оно и является на самом деле, это мышечная ткань трупа убитого животного. А назвав своим именем от такого явного, верного и четкого образа, ему, что естественно, стало мерзко и жутко, а он, поверьте, человек не из робкого десятка. Так может все же неестественно пить молоко, как и грызть мясо животных? Молоко новорожденные детеныши всех видов животных потребляют естественно только со своего рождения и до определенного предусмотренного природы возраста, и только материнское. И все, все, хватит. Далее идет только видовое питание, как у каждого подростка и взрослого животного своего вида до конца своих дней. Это не я так хочу и придумал, а так и есть на самом деле. Разве не так? Не нужно фантазии, по-другому не бывает и не может быть никогда. А молоко, как и многое, теперь и варит, и топит. Но из вареной амортной массы, мертвых клеток, свернутых белков, живые клетки в вашем организме не могут образовываться, чудес не произойдет. Тут я себе позволю маленькую вставочку. Есть такое видео интересное, где любимый миллионами людей, Нюмывакин, говорит, совершенно справедливо, правильно, про мясо, по крайней мере, про вареное мясо. Что это такое? А то, что я всегда говорил, то и услышал, вот с радостью. И вам хочу сейчас маленький отрывочек показать. Особенно в пожилом возрасте или кто-то заболел, если будете кушать какой-нибудь кусочек мяса, вы никогда не выздоровеете. А вас кормят. Мы были с Людмилой Степановой в институте геронтологии, где стариков лечат первое, второе, третье, компот, чай, кофе. Всё. Никогда их не вылечишь. Мясо – это всё, петля на шее. Какие бы звери не делят это мясо, с костями, как угодно, вот эта кислота, а у них там более выраженная кислота, чем у нас, она переваривает вот это всё. Но мы же едим мясо варёное. И, кстати, там и аминокислоты, и ферменты, там всё есть. Ведь звери, мясо, тигр или лев там поел, он же потом одну-две недели переваривает, и стоит здоров, и всё нормально. Но мы же мясо варим, не говоря о том, что жарим. А гриль вот этот, который корочкой образуется, там как раз трансизомеры, канцерогенные вещества. И вот это мясо у вас гниёт, мясо это бродит. Почему в туалете русских, когда вы заходите, там сврат такой, что хочется бежать оттуда. Вот от этого. Ещё на этом фоне вы мало едите растений. Но мясо сели 100 грамм, в растении должно быть минимум 4-5 раз больше. Вот это щелочная реакция, а мясо это кислое. Там 2-3 кислотность. А щёлочи эти, 7-8, то есть щёлочи. То, что нам надо. Но вы же этого не соблюдаете. Так вот, в отношении мяса. И мясо там становится для вас это трупным ядом. Это кадавр. Это аммиак. Всё что угодно. И все эти отравляющие вещества, это идут в печень. Вместо мяса орехи, любые семечки. Ну как, понравилось? Ну а то. Продолжаем. Повторяюсь вновь. Полная и необратимая денатурация белков, смерть ДНК, разрушение органических микроэлементов, происходит при термообработке выше плюс 70 градусов по Цельсию. А разрушение ферментов происходит при плюс 43 градусов. Достаточно. Хотите по-привычному питаться, варить и жарить. Тем паче есть мясо, называя своим именем трупы животных. Молоко, сыр. Сыры ещё хуже мяса. Это чистый клей казиновый. Чем твёрже, причём тем опаснее. Ну и так далее. Тогда терпите болезни и не ропщите на жизнь. Богов, обстоятельства, на что угодно. А глупый человек говорит, всё твердит. Мой воспалённый желчный пузырь, аппендикс, панкреатит. Ах, ох, а при чём тут еда? Знакомо вам это? Ох, как хорошо знакомо. Сотни раз я лично такое слышал. Уже одной ногой в могиле, а всё к сковородке тянется. Задыхается от жира и гноя, пузо на бекрень, колики, спазмы, а всё шашлыки да супы. И к врачам бегом. Ну а как же? А они-то, за редким исключением, такие же люди ничего сами не понимают, тоже не думали никогда об этом. И что они вам пропишут? Мясо не жареное, а варёное, диетический, так сказать, супчик из молодой телятины, то есть выжимка из трупов. Да, забыл, антибиотики, облучение, УЗИ, рентгены, прививки, там, отрезать орган. Стоит только чихнуть. Пропишут. За ними не заржавеет. Всё как положено. И что? Вылечивают? Я не про переломы, не про хирургов. Сейчас говорю. Ответ известен. А люди всё про бабушек толдычат. А при чём тут питание? Вон ела, пила и ничего. Еда всегда при чём? И только она при чём? Питаясь правильно, болезней быть не может. Да, конечно, есть другие факторы воздействия, тем более в наше время, электромагнитные источники излучения, СВЧ и прочее, много других факторов. Об этом я подробно излагаю в своём видео «Девять причин болезней». Но, тем не менее, даже плохая экология, и не надо тут переоценивать, и опять же обманывать себя, и в том успокаивается, что, мол, всё от экологии, что ж, ничего не поделаешь, мол, значит, и менять в жизни ничего не надо, о, как хорошо. Это всё чушь. Так вот, даже экология плохая не будет помехой для железного здоровья, если вы потребляете живую растительную пищу, конечно, желательно, экологическую чистую, так как ваша иммунная система будет мощнее и всегда справиться с граммами ядов, даже тяжёлых металлов. А вот с килограммами пищевых ядов, с трупными токсинами, получаемых каждый день с пищей, гораздо сложнее справиться. Попросту невозможно. Сколько я знаю случаев, когда, имея третью и четвёртую стадию рака, люди, переходя на осознанное сыроедение, особенно моносыроедение, всегда поправлялись, жили и теперь живут, похоронив глумливых умников, кто им пальцы у виска ранее крутил. Не только в радости живут, но и счастливы, и молоды, и это естественно. А если бы я не знал таких примеров, людям примеры покажи, мол, да? Что тогда? Истина не была бы истиной, если бы я не показал такие примеры, предположим. Конечно, нет. Примеры здесь вообще неуместны и не нужны, потому что от этого не изменится никак законы природы. Так что не нужно идти по пути Высоцкого в его песне, где строчки были главный академик Йоффи, доказал коньяк и кофе вам заменят спорт и профилактику. Вы же понимаете, что это глумливо и не соответствует действительности? Ну вот не надо глумиться, это низко. Есть законы природы и исключений быть не может, если верно следовать этим законам. Но огромен у человека запас прочности, огромен, как ни у кого из других животных. Вот они, шлаки токсины, и откладываются десятками лет в организме во всех полостях и межклеточном пространстве, деформируя тело, а пропорции у миллионов людей должны быть как у миллионов особей любого другого вида живых существ одинаковые, разумеется, с поправкой на размер особей. Изменения, естественные, запрограммированные в геноме пропорции человека. Это называется в экологии норма реакции, то есть предел, в котором существует данный признак. И отравляя его постоянно, ежеминутно, приводя в конечном счете, помимо сотен других заболеваний, к появлению такого количества аномальных клеток с нарушенной программой, с которыми не может организм сам справиться. Вот вам и рак. Потолстели, покруглели, вырос живот, бока, одышка, от пяти минут бега уже сильно больны. Что? Завышены критерии болезни? Или для вас болезнь это только серьезный диагноз врача, конечный, крайний? То есть, когда уже виден очевидный результат следствия системной болезни всего организма, накопления и отложения гнойных токсинов, трупных ядов, ну, и к тому же поражения грибками, микромицетами, как вторичная стадия. Но это, та же миома, это всего лишь следствие, а причина изначальная, первая причина это питание. Так завышены ли критерии? Нет. Я же не виноват, что люди становятся, вернее, делают себя все больнее и делают себя больными, заговариваясь уже до того, что употребляют выражение типа «Что же вы хотите? Мне уже 60 лет». Или как в начале статьи я сделал ставку про то же самое, но где говорят «Что же вы хотите? Мне уже 50 лет старость». Здоровье, мол, не то? Да. То, что у большинства людей в 60 лет нет здоровья, это не значит, что это нормально и так должно быть. А у всех ли, кстати, не то? Не у всех. Так не будьте как все, очнитесь, измените свою жизнь к лучшему, как те, единицы. Посмотрите потом обязательно мое видео про художника Зиновьева. Ну, а то скоро будут все уже как в 30-40 лет говорить, да? Мол, чего же вы хотите? 30-40 лет. А может быть, как-нибудь обойдется, подумают иные. А-а, никогда не обойдется. Миллиарды людей умерли от тех же болезней, а вы чем лучше? На самотек пустить жизнь хотите? А стоит ли? Если такой человек, мясоед, умирает не от рака, то только потому, что раньше отказали другие органы и системы. Более скоропостижно, то есть, человек умер от инсультов, инфарктов, сгнила головка поджелудочной железы, там, например, от употребления мяса, что вы хотите. Антиген, антитело. В результате образуются гнойные токсины в любых органах и тканях и могут происходить некрозы. Ну и прочих животных белков, а вы как хотели. Какая деградация общества? Вам от природы был дан разум. Надо уметь только им распорядиться. Надо было уметь им распоряжаться. Тут и биологию это знать не надо. Но посмотрите на природу. Все в природе, как в единственной истинной. Из самой точной книги давно уже все написано. Только читайте, наблюдайте, думайте и живите по ее законам. И это не значит, что нужно, а то и тут найдутся такие. И я не призываю всех вжить в лесах, землянках. Нет, конечно. А питаться нужно в идеале только живой растительной клеткой пищи. Чтобы построить, синтезировать свои живые и здоровые клетки, надо менять сознание и свою жизнь к лучшему. Всю свою жизнь надо менять. Не только питание, конечно же. Менять системный подход нужно. Менять порочную цивилизацию, перестраивать. Надо менять уже сегодня, завтра будет поздно. Но это отдельная, обширная, хотя и взаимосвязанная с нашей дискуссией тема. Не хотите менять привычки, слабы или безразличны к себе? Тогда поступайте хотя бы как честные люди, чтобы не глумиться над природой и человеческим разумом. Скажите прямо и открыто, что да, мол, слабы духом и телом, что готовы принять болезни в обмен на пищевую наркоманию, на любимое мясо, на любимое шкварчащее брюхо. Или скажите, что мне плевать, буду есть мясо и молоко, а то и химические напитки с гамбургерами, алкоголем, табаком, пусть сдохну. Вот так скажите, но зато это будет честно. Это будет по крайней мере честно. Кстати, именно так и сказал мой близкий, ныне покойный друг, умерший всего 36 лет от инсульта. Алкоголь и табак он не употреблял, но он не пил воду, не ел зелень, овощи и фрукты, а пил газированные и химические так называемые напитки, ел колбасу, мясо в больших количествах имея огромное количество проблем, он умер от геморрагического инсульта со смещением головного мозга и ничего не получилось сделать, спасти не удалось. А вот говорил так, а мне по? Ну, понятно дальше, да? Пусть сдохну. Это дословно. У него были все болезни, да? То есть, как я уже сказал, от ЖКТ там с 20 лет. Я говорил, предупреждал, все по полочкам раскладывал. Я все пробовал, а по? Ну, тут хотя бы честно с его стороны было и все, к сожалению, но предсказуемо. Поэтому даже для его родителей и всех знакомых это было. Это не было шоком. Ужасные потери и все от невежества и слабости. Жутко и глупо. Ох, люди, что же вы с собой делаете и не понимаете, не хотите понять? Хотя все так просто. По скриптам. Ну что ж, дорогие друзья, вот я вам и зачитал данную статью. Всего по молоку. У меня их три. Обязательно почитайте пока. Только текстом. Возможно, я озвучу позже первую часть и третью, а также четвертую про реним и реним. Ну и, конечно, видео мои посмотрите по молоку. По ссылочке они тоже будут под данным видео. Обязательно. Ну а в завершении всего лишь пожелания. Я желаю вам не вестись, не идти на поводу у привычек, желаний, пристрастий, заблуждений, глупостей, жажды какой-то, да, чего-то, вкусного и так далее. Это низко. Это не достойно звания, действительно, человека разумного. Мы должны руководствоваться нашими поступками только по нашему разуму и нашей совести. Потому что посмотрите вот эти два видео про мясо и детей. Посмотрите также обязательно видео зацикленность, предвзятость. Вот это видео откроет, быть может, да, будет хорошим продолжением этой статьи в плане философских тем, так сказать, да, рассуждений, размышлений. И поможет вам понять до конца, что же я хочу сказать. Потому что из данной статьи вы понять не все, конечно же, можете. Для этого надо обязательно прочесть первую, дочитать третью и, конечно же, послушать другие мои видео. Те видео, которые я уже годы спустя создал, выпустил, в которых учтены те нюансы, которые люди мне многочисленные потом писали, говорили, пытались внести свои пять копеек, ну, дабы вроде бы успокоиться, я, как говорил уже многократно, плыть по течению. Есть все, что хочется, так легче, когда ты себя успокаиваешь. Но нет, так нельзя поступать. И потому, теперь вы знаете, теперь вы, по крайней мере, если захотите разобраться до конца, посмотрите, послушайте то, что я вам рекомендую и тогда, без всяких иллюзий, у вас будет абсолютная картина, как есть все на самом деле, как протекают все биохимические процессы, биологические, как в природе все существует. Простым доступным языком я это излагаю, ну, а вы, если не будете отмахиваться и будете слушать, просто это поймете. И верить тут не надо, надо просто понять и все, и сделать свой осознанный, легкий, совершенно справедливый, единственно возможный, логичный вывод и выбор. на этом все. Желаю вам здравомыслия, крепкого здоровья и всего хорошего, до новых видео, до новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,